Унионисты снова приехали к пункту пропуска на Варнице и устроили провокацию. Схватили приднестровского пограничника и попытались затащить его в свой автобус. Видео появилось в сети. Унионисты выхватили приднестровского пограничника, который стоял на приднестровской стороне в живой цепи. Группа из трех человек в желтых майках применила силы и утащила человека в форме в толпу на молдавскую сторону. В ситуацию вмешались другие пограничники, оттащили товарища обратно. Рядом были российские миротворцы. Они встали между сторонами. Позже приехали наблюдатели от ОБСЕ. За несколько секунд до инцидента с пограничником один из акционистов попытался прорваться на территорию Приднестровья. Все это снимало несколько камер на границе, много молдавских журналистов и правоохранителей. Унионисты все происходящее тоже транслировали в прямом эфире в соцсетях. Внезапно один из них схватил меня, потащил на свою сторону. И как только он это сделал резко, выдернул меня на свою сторону. Дальше подхватили его, скажем так, однопартийцы. Два-три человека точно не видел сколько. И буквально понесли меня на руках метра два-полтора. На пункте пропуска в зоне безопасности желтый автобус с унионистами находился 4 часа. Приехало человек 20. Размахивали румынскими флагами, кричали, призывали вывезти миротворцев из Приднестровья и пытались на автобусе прорваться через Приднестровскую границу. Пограничники заблокировали въезд. На провокацию унионистов отреагировал президент Вадим Красносельский. Приднестровские пограничники на правовых основах стоят на страже законности и правопорядка. Они выполняют служебный и человеческий долг, обеспечивая безопасность граждан. Призываю прибывших к Приднестровской границе с румынскими флагами псевдопатриотов непонятно какой страны не раздувать конфликт. Искра способна разжечь пламя. Прошу прекратить любые провокационные проявления, написал президент. За последние две недели это третья попытка радикально настроенных унионистов прорваться в Приднестровье. В воскресенье выборы в Молдавский парламент.